В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! 7 мая сотрудники пожарно-спасательной части номер 109 провели санитарную обработку здания железнодорожного вокзала и прилегающей территории. Спасатели в защитных костюмах обработали два этажа здания, залы ожидания, комнаты отдыха, выходы на перрон, поручные лестницы, перекидной мост с специальным раствором, безопасным для людей и животных. На время обработки пассажиров попросили покинуть помещение. Дезинфекция прошла с помощью специального оборудования. Сегодня, 6 мая, по договоренности с руководством станции Янаул была произведена дезинфекция помещения вокзала станции Янаул. Данная работа была выполнена по указанию главного управления МЧС России по республике Башкортостан. Для этого мы привезли оборудование из отряда для производства этой работы, выполнили эту работу для того, чтобы в профилактических целях предотвратить распространение коронавирусной инфекции. 9 мая в Башкортостане состоится ряд мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за непростой эпидемиологической ситуации они не будут массовыми. Часть из них пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщил глава республики Ради Хабиров на очередном оперативном совещании в правительстве региона 4 мая. Главы муниципалитетов возложат венки славы и цветы к памятникам и обелискам. Остальные жители районов могут присоединиться к общероссийской минуте молчания вечером 9 мая. В этот же день из Москвы в Уфу на вечное хранение доставит медаль «Золотая звезда» героя Российской Федерации генерал-майор имени Галиша и Муратова. Также на еженедельном оперативном совещании глава Башкортостана озвучил основные показатели социально-экономического развития региона по итогам первого квартала 2020 года. Объем промышленного производства в январе-марте увеличился на 1,7%, превысив среднероссийские 1,5%. Объем продукции сельского хозяйства вырос на 5,4%, также опередив среднероссийский уровень. Обсудили и меры по борьбе с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции. Рост заболевших связан в частности с увеличением количества исследований. Ежедневно в Башкортостане производится порядка 5000 тестов на коронавирус. Уже обследовано более 80 тысяч жителей. Руководитель региона напомнил, чтобы Башкортостан начал принимать вахтовиков с Чейнгинского нефтегазоконденсатного месторождения, где был выявлен очаг инфекции. Всего из Якутии прибудет 1800 жителей республики. 9 из них приедут в Янаул. Ради Хабиров подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора они должны находиться в обсерваторе 21 день. Инфицированных COVID-19 госпитализируют для оказания необходимой медицинской помощи. Кроме того, в ходе совещания обсудили вопросы дистанционного обучения, автоматизированную систему мониторинга, вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок и итоги первого этапа акции «Зеленая Башкирия». Больше месяца наша республика живет в режиме самоизоляции. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане составило 1243 человека. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. Эпидемиологическая ситуация в Янаульском районе стабильная. На 7 мая по Янаульскому району зарегистрировано 11 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 5 пациентов получают необходимую специализированную медицинскую помощь в стационаре. 2 пациента с выздоровлением выписаны из стационара. 3 пациента с положительным результатом на COVID-19 выписаны из республиканских учреждений здравоохранения, наблюдаются на дому. Одному пациенту с двумя отрицательными анализами с выздоровлением закрыт листок временной нетрудоспособности. Итого у нас получается из 11 пациентов 8 пациентов продолжают болеть и 3 пациента сняты с учета с выздоровлением. Согласно утвержденных нормативных документов планово проводится забор мазков у групп риска по COVID-19. За весь период работы проведено 763 исследования, в том числе прибывшим из регионов 47 человек, контактных 219 человек, пациентов с ОРВИ обследованы 15 человек, в свинебольничной пневмонии обследованы 35 пациентов. Все лечебно-профилактические учреждения района продолжают работать в режиме повышенная готовность. Обращая внимание, в целях организации оказания медицинской помощи населению и усиления мер безопасности, в праздничные дни, согласно приказу Минздрава РБНОМИУС 404, поликлинические учреждения района работают все праздничные дни, то есть 9, 10 и 11 мая поликлинические учреждения будут работать. По графику будут принимать врачи-терапевты, педиатры и стоматолог. Режим работы с 8 до 16 часов, с перерывом с 12 до 13 часов. Также продолжает плановую работу мобильная бригада поликлиники, которая встречает поезда московского направления. Обращая внимание населения, соблюдайте меры самоизоляции, носите маски и без необходимости не выходите из дома. Всем здоровья и терпения! Агентство стратегических инициатив совместно с Министерством просвещения и партией «Единая Россия» запустили всероссийскую благотворительную программу «Помоги учиться дома». Акция предусматривает сбор компьютеров для нуждающихся школьников. 6 мая в рамках проекта «Помоги учиться дома» ученику 11 класса гимназии имени Ирика Муксинова Никите Куштанаеву вручили планшет для прохождения дистанционного обучения. Кроме того, единороссы вручили будущему выпускнику продуктовый набор. Я учусь в гимназии, заканчиваю 11 класс. Хочу поступить в нефтяной университет в город Уфа, факультет нефтепереработки и нефтедобычи. Планшет, который мне сегодня подарили, окажет мне очень большую помощь в учебе. Проект партии «Единая Россия» «Помоги учиться дома». Согласно данному проекту, партия «Единая Россия» выделяет планшеты учащимся 11 классов, которым необходимо обучаться в дистанционной форме, но возможностей, то есть оборудования соответствующего, либо нет, либо оно очень старое. Мальчик, Куштанаев Никита, его кандидатура отобрана комиссионно, как 11-классник, который нуждается в получении этого оборудования. Воспитывается, к сожалению, без родителей, и поэтому его кандидатура была отобрана. Очередной инвестиционный час прошел в администрации района 7 мая. На встречу с главой администрации района и его заместителями, представителями различных ведомств пришла индивидуальный предприниматель Юлия Гарипова. Она занимается розничной торговлей, чулочными изделиями и в условиях карантина была вынуждена временно прекратить деятельность. Ей объяснили, на какие меры поддержки от государства она может рассчитывать и с какого момента возможно возобновить свою предпринимательскую деятельность. Помимо этого, в ходе «Инвестчаса» были озвучены этапы реализации проектов, рассмотренных на предыдущих предпринимательских часах. Сегодня обратился предприниматель, который торгово-розничной сети, то есть на рынке работает, работала с 2001 года, но вот с обстоятельства последнего времени вынудили ее приостановить деятельности из-за того, что по АКВЭДу у нее деятельность не подпадает и не под субсидирование бизнеса в виде минимальной выплаты, и под разрешенную деятельность тоже не подпадает. Был дан совет в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами регионального уровня, российского уровня, чтобы она отработала, заявив. У нее есть возможность заявиться на дополнительные виды реализуемой продукции, тогда она сможет работать. Ну, конечно, попутно сегодня она задала и вопросы бытового характера, скажем так. Узнал, что у нее есть проблемы и с газификацией дома. Вот на этих инвестиционных часах, предпринимательских часах, эти все вопросы берутся у нас на контроль и дальше будут отслеживаться соответствующими службами для решения либо разъяснения. Хочу призвать наших предпринимателей, просто говоря, не стесняться обращаться для того, чтобы их вопрос рассматривали на инвестиционном часе или часе предпринимателя. Для этого есть все возможности напрямую, через социальные сети, можно через сайт администрации района, просто электронно. У нас есть адам62.башкорстан.собачка.ру, адрес электронной почты администрации района, куда можно любого рода заявления подать для рассмотрения. В четверг, еженедельно в четверг мы стараемся эти предпринимательские часы проводить в 10 часов, но бывают переносы по времени. Обращаться нужно, если имеются вопросы. Также было уже неоднократно озвучено, что на сайте администрации даже сотовый телефон Файруза Фагимовны, заместителя главы администрации по экономике и предпринимательству, имеется. И она также является бизнес-шерифом. Это так называемая новая должность, утвержденная главой республики. Она обязана выслушать всех предпринимателей. 6 мая в нашем районе стартовала акция «Маска в помощь». Она проводится в рамках республиканского проекта «Наша забота» партии «Единая Россия». Активные жители района, волонтеры выходят на самые оживленные улицы города и раздают защитные маски и георгиевские ленты всем желающим. В утренние часы на улице Советской было оживлено. Пенсионеры спешили за продуктами и в банк. Партия защитных средств ушла буквально за полчаса работы. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы раздать жителям маски. Наша акция называется «Маски в помощь» в рамках проекта «Наша забота». Всего планируется раздать около 3000 масок. Кроме того, в преддверии 9 мая мы планируем раздать еще георгиевские ленты. Ульфата Шарипова знают многие наши телезрители. Человек он по-настоящему увлекающийся и творческий. Зимой его соседи радуют фигурой снега, круглый год он дружит с кистями и красками. С легкой руки художника подъезд преобразился в настоящую галерею. А буквально на днях на одном из пролетов появился новый арт-объект. Теперь для того, чтобы почтить память погибших ветеранов, соседям даже не нужно выходить из дома. Идея создания такого небольшого мемориала появилась еще несколько лет назад, признается мужчина. А в этом году нашелся и отличный повод. 75-е годовщина победы. В нашем подъезде тоже есть, у кого, кто участвовал в этой войне, дед, прадед, непосредственно участвовал. Потом подумал мне, сделать монумент, посвященный к этому празднику. Собрал списки, с жильцами поговорил, они сразу поддержали эту идею. С мастерами поговорил, альтернативы бывшие, ЖКХ некоторыми, они сразу подписались на эту тематику. Полная поддержка сразу, как можешь, делай, придем, посмотрим, сказали. Вечером делал свободное от работы время, старался, любое время ухватить и делать. Многие говорят спасибо, не только спасибо, но благодарность чувствуется в людей, которые не только здесь, в соседних подъездах туда заходят, смотрят. Вообще прекрасно. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. 8 мая ожидается ясная погода без осадков. Ветер южный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 22, плюс 24 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается переменная улочность без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 2,7 метра в секунду. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова